В прошлом году государственная ипотечная компания начала строительство жилого комплекса на месте бывшей исправительной колонии в столице номер 47. На данный момент идет первый этап строительства. Как отмечают строители, завершено около 70% работ. На первом этапе строительства этого жилого комплекса будет возведено 11 блоков на 968 квартир. Планируется, что они будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Как отмечает прораб, гражданам, которые приобретут жилье в данных домах, можно не беспокоиться за надежность конструкции. Арматуру для строительства мы заказываем из России. Каждая партия, а также импортируемый бетон, проходит проверку в соответствующих лабораториях. В целом, конструкция надежная. С качеством жилых комплексов, возводимых государственной ипотечной компанией, ознакомились депутаты Джоор Кукинеша. Они осмотрели столичные объекты. Также государственной ипотечной компанией на территории Бишкека строится еще один объект. Тут завершено возведение двух блоков. Срок сдачи их ожидается осенью этого года. Всего на данной территории общей площади более одного гектара будет построено семь блоков. Общий срок сдачи данного жилого комплекса будет в следующем году. В данном жилом комплексе будут предусмотрены два больших подземных автопарка – детская и физкультурная площадки. На данный момент в работах задействованы 115 строителей. Многоэтажки в общем будут состоять из 549 квартир. В данном моменте у нас сейчас ведутся железобетонные работы в стадии монтажа. Два блока мы уже поставили, 6-й, 5-й блок уже 15 ТЖ поставили. А начали мы в прошлом году весной. В феврале, конечно, в феврале. А сегодня монтажные работы сейчас 4-5 блоков ведутся. Всего в столице государственной ипотечной компании строится три жилых комплекса на 7024 квартир. Как отмечает председатель государственной ипотечной компании, на данный момент в очереди на получение льготного государственного жилья находится в 16 тысяч семей. После того, как будет завершаться строительство объектов, граждане в порядке очереди будут получать квартиры. Раньше через ГИК получить жилье могли только госслужащие, а сейчас любой житель нашей страны, в том числе и трудовые мигранты, которые трудятся за рубежом. Главное требование – отсутствие недвижимости как у заявителя, так и у его супруга или супруги. К нам часто такие обращаются, но эти квартиры предназначены только тем, у кого нет своего жилья. Всего по стране на данный момент ведется строительство жилья на 8500 квартир. Это три жилых комплекса в столице, два в городе Джалалабад, один в Нарыне. Как отметил заместитель председателя ГИК, на данный момент ведутся работы по отведению земельного участка под жилой комплекс на 500 квартир в городе Талас. Планируем начать строительство еще 13,5 тысяч квартир. Итого, к концу 26-го года будет построено и сдано 22 тысячи квартир по всей стране. То есть это в каждом регионе, в каждом областном центре у нас будет строиться жилье. В целом, также до конца 26-го года будет начато строительство еще порядка 3 миллионов квадратных метров жилья. Это будет порядка 40 тысяч квартир. 40-45 тысяч квартир по всей стране. Эти квартиры будут предоставляться кыргызстанцам по 550 долларов за квадратный метр. Жилье будет сдаваться под ключ со всем необходимым ремонтом. Для граждан, которые ожидали в очереди долгие годы, ипотека будет без первоначального взноса на 20-25 лет. Кроме того, Ханбек Туменбаев отметил, что на строительство трех объектов ГИК из госбюджета было выделено 2 миллиарда сомов. Также, по словам управляющих делами президента, ведутся работы по привлечению инвестиций и частных компаний для повышения доступности жилья в государстве. Сей Махмусаев, Джахшелых Исаков, ЛТР, Бишкек.